Друзья, всем привет! На связи я, Эдскрабер. Спасибо вам большое, что смотрите мои ролики. Спасибо, что досматриваете их до конца. Это очень поддерживает этот канал. Отдельный респект. Хотелось бы выписать Максиму Боброву, который задонатил денег и закинул на карту. Это очень приятно. Большое тебе спасибо, Макс. Так сдержать. Если вы хотите поддержать этот проект, то в описании есть номер карты или же номер вебмани. А что вам удобно, то используйте. И большое вам за это респект и спасибо. И самое главное помните, Самый хороший донат это небольшой донат. Итак, погнали. Сегодня у нас обзор линейки компании Vivo. Vivo, это китайская компания, является одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. Подразделение корпорации BBK. Как Oppo, также является подразделением корпорации BBK. И также смартфоны OnePlus. А в 2017 году Vivo стал официальным спонсором FIFA. И если вы смотрите матчи чемпионата мира, кстати, всем вообще респект, всем поздравлюхи с тем, что сборная России выиграла. Это было круто. 8 мячей за 2 матча. И мы вышли напрямую в плей-офф. Поэтому все очень круто. Всем большие поздравления. Радость за наших парней. Конечно, молодцы, что сделали. Так вот, что о компании Vivo дальше. По данным Forbes, компания может выплачивать за рекламу до 60 миллионов евро в год. Vivo Next является официальным телефоном чемпионата мира. И сегодня мы о нем еще поговорим. А с 1 марта 2018 года компания подписала партнерское соглашение с футбольным клубом Локомотив. Если вы перейдете на официальный сайт этой компании, то вы увидите это прямо на титульном экране. Итак, перейдем к линейкам. Первая линейка под названием i. Это бюджетные телефоны компании i71, i25, i55, i53, i83, ну и многие-многие другие. Давайте посмотрим на i65. Диагональ экрана 5,5 дюймов. Разрешение 1280 на 720. Плотность пикселей 267 ppi. Здесь установлен 425 снэп и комплектация 3,16. Маловато, конечно, на данный момент, но что поделать. Телефоны Vivo линейки i это такие самые простецкие, самые бюджетные телефоны. Далее линейка V это средний сегмент, наиболее востребованные телефоны Vivo. Здесь телефоны V7, V7+, и новиночка V9. Кстати, там игроки Локомотива рекламируют именно вот телефон Vivo V9. И вот обратите внимание, здесь на официальном сайте пишется, что Vivo является официальным партнером чемпионата мира. Поэтому компания реально крутая, реально с большими запросами. Vivo V7. А чипсет здесь Qualcomm Snapdragon 450, как на Redmi 5. Восьмиядерный Cortex-A53 до 1,8 ГГц. Графический процессор Adreno 506, точно такой же, как на 625 снэпе. Хочется сказать, что аппарат должен работать достаточно бодро, справляться с обычными задачами. В тяжелые игры, конечно, на нем сильно не поиграешь на максималках. Но для большинства пользователей этого телефона хватит за глаза, потому что они не ставят перед ним вот таких больших задач, как играть в игры. Далее идет линейка X. Это, так скажем, полуфлагманская линейка. Здесь телефоны X21, X21i, X20, X20+, X9 и X9+. Давайте посмотрим на телефон X21. Китайская компания Vivo начала продажи старшей версии смартфона Vivo X21 со сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран. Обычная версия Vivo X21 со сканером на задней панели появилась в продаже практически сразу после анонса 19 марта. Vivo X21 оснащается экраном 6,28 дюймов, Super AMOLED, дисплеем с разрешением Full HD+, то есть по экрану должно быть все отлично. Соотношение сторон 12,9, двойной основной камерой 12,5 мегапикселей и фронтальная камера на 12 мегапикселей. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 гигабайт оперативки, 64 или 128 встроенной памяти. Судя по данным, очень даже не дурно, но цена, конечно. Также недавно вы видели телефон Vivo Apex. Это концепт такой телефон и на основании этого телефона уже были сделаны следующие аппараты. Это Vivo Nex, который является как раз таки официальным представителем или официальным телефоном чемпионата мира. Vivo Apex в широкие продажи, конечно же, не пошел, но по сути он был генеральной репетицией к выходу основного смартфона Nex, в котором реализованы все фишки этого телефона. Так, друзья, на что обратить внимание? В бюджетном сегменте есть очень неплохой аппарат i-AOS C3. Компания Vivo представила смартфон i-AOS C3, сердцем которого оставала только что выпущенная платформа MediaTek Helio P22. Что за смартфон, то он получил диагональ дисплея 6,2 с разрешением 1520 на 720 пикселей, 4 гигабайта оперативной, 64 встроенной памяти, слот для microSD и отдельных двух сим-карт. То есть вы можете одновременно ставить две сим-карты и одну SD. На 13 мегапикселей основная камера с функцией искусственного интеллекта, 8 мегапикселей фронталочка с Face Unlock, аккумулятор на 3260 мАч, также операционную систему Android 8.1 с фирменной оболочкой. А вот сканер отпечатка пальцев в смартфоне вообще не предусмотрен. Цена Vivo i-AOS C3 составляет 235 долларов, друзья. Это прям вот прям как ножом по сердцу неприятно Vivo. И знаете, я вот удивляюсь, у компании Vivo, несмотря на то, что они парят все медиатеки, они просто продают их в Китае как горячие пирожки. Как у них это получается, пока что непонятно. Как говорится, китайский people have it. Следующий смартфон, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это Vivo V9. Работает под управлением Android 8.1, фирменная оболочка Funtouch iOS 4.0. Это почти что полный аналог ColorOS, который используется на телефонах Oppo. Дисплей 6,3 дюйма, 1080 на 2280 точек. Соотношение сторон 19,9, IPS матрица 400 EPI. 2,5D стекло, все остальные фишечки. По экрану вообще должен быть достойный телефон, все отлично. 4 гигабайта оперативки, 64 встроенный. Карта памяти добавляется до 256 гигабайт. Процессор Snapdragon 626. На самом деле это немножечко уже такой подустаревший процессор. Графический процессор Adreno 506. Вот, и здесь бы они, конечно, могли бы немножечко и добавить, но в принципе, нас на Snapdragon никогда не жалуемся. Они даже и старенькие, и то неплохо пашут. Аккумулятор здесь на 3260 мАч. Ну, понятно, что 4G, Wi-Fi, LTE, все остальное присутствует. Фронтальная камера на 24 Мп, различные улучшалки для фотографирования лица, все есть. И основная камера на 13 Мп, апертура f2.2, фазовый автофокус, запись видео в 4К, стандартно в 30 кадров в секунду. А второй модуль камер на 5 Мп. Есть здесь уже сканер отпечатков пальцев, который находится на задней панели. Также присутствует разблокировка по лицу. В общем, много наворотов есть, но также отметим, что ценники у этих телефонов достаточно большие. Ну, и новинки этого года, которые были совсем недавно представлены, по сути, это основные конкуренты компании Xiaomi, Vivo Nex A и Vivo Nex S. У них совсем небольшие различия. Самое большое различие это в процессорах. Vivo Nex A используется 710 Snapdragon от компании Qualcomm, а Vivo Nex S 845 Snap. Итак, Vivo Nex. Обратите внимание, это реально ультра просто безрамочный телефон. Как китайцы просто порвали всех вообще конкурентов на данный момент. Ну, и даже, в общем, обладают они Ultra Full View дисплеем 5,59 дюймов, Super AMOLED матрица в соотношении сторон 19,3 к 9. Vivo Nex оснастили топовым процессором Snapdragon 845. 8 гигов оперативки, 128 и 256 встроенной памяти. С аккумулятором и емкостью 4000 мАч. Вот здесь большое спасибо. Вот почему все не ставят 4000 мАч. Они поставили, они молодцы и это реально круто. Также имеется модификация попроще с процессором на 710 Snap. 6 гигов оперативки, 128 встроенной памяти. Ничего вам не напоминает, друзья. Точно такая же комбинация была представлена у компании Xiaomi. И, по сути, тоже младшая модель на 710 Snap, а старшая на 845. Ну, здесь вот такие дела, понимаете. Bluetooth 5.0, есть NFC. А в младшей модели Xiaomi NFC нет. Основная камера построена на базе двух модулей с разрешением 12 мегапикселей. Sony MX363F1.8. То есть достаточно такая светосильная. И дополнительная камера на 5 мегапикселей F2.4. Есть четырехосевая стабилизация. Это очень отлично, очень круто. HDR функции искусственного интеллекта. Все остальные фишечки, которые презентовали китайцы. Там, в общем, камера наворочена со всех сторон. Но фишкой смартфона стали полностью безрамочный дисплей, который занимает 91,24% передней панели. Выдвижная фронтальная камера. А также сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в экран. Ценник, конечно, у этого телефона туши свет. Но на самом деле это не такой большой ценник, как предполагали многие. Младшая модель начинается от 610 долларов. Это приблизительно 37 тысяч рублей. А старшая версия начинается от 700 долларов. И комплектация полный фарш. 780 долларов. Или приблизительно 48 тысяч рублей. Ну что, поздравляем Vivo. Они сделали достойных конкурентов компании Xiaomi. Надеюсь, что они оптимизируют свою оболочку Funtouch OS. Проблем мы с ней не будем знать. Если честно, я не юзал русскую версию Funtouch OS. Как она работает. Но вот Андрей Ковтун жаловался, когда он заказал из Китая. То вот у него немножко были глюки с этой версией. Ну и самое главное, что нужно сделать Vivo, это снижать ценник. Вот, друзья, очень все круто. Реально все наворочено. Все просто по полному фаршу. Но ценник надо, друзья, снижать. Если он будет понижаться потихонечку хотя бы. Это будет очень круто. Это будут очень крутые смартфоны, которые будут составлять конкуренцию компании Xiaomi. На внутреннем рынке, конечно, у них проблем нет. Они Xiaomi дают еще тот бой. Но вот в России и странах СНГ, конечно, нужно, чтобы вас любили. Чтобы вас любили, нужно просто снижать ценник. И тогда все будет отлично. Друзья, с вами был я, Эд Скрайбер. Всем пока. Всем хорошего настроения. Это была, по сути, последняя линейка телефонов, на которую я хотел сделать обзор. Если вы хотите еще обзор каких-то линейок, то обязательно пишите в комментариях. Скоро будет обновленный обзор линейки компании Xiaomi, потому что они скоро добавят все оставшиеся телефоны на этот год. И тогда я сделаю обзор всей линейки, чтобы реально можно было разобраться. Потому что там просто тушит свет, куча смартфонов, вообще ничего не понятно. И вообще, что на самом деле происходит. Итак, всем пока. Всем хорошего настроения. С вами был я, Эд Скрайбер.